Добрый день! Вы пришли на нейролекторий, вы и так, наверное, немножко этим интересуетесь и и так знаете про многое из того, что я буду говорить, поэтому это будет в некотором смысле такая оценочная лекция, то есть я не планирую сильно вас удивить какими-то фактами, но просто хочу сформировать некоторую позицию. И для начала, действительно, я поделюсь тем, что лично меня жутко радует в достижениях современной нейронауки, теми вещами, которые, по-моему, просто восхитительны, удивительны и которые просто мотивируют людей этим заниматься. Ну, во-первых, конечно, самая крутая штука, вот лично, на мой взгляд, вот исключительно лично, у вас может быть другое мнение, у специалистов, там, я не знаю, которые этим занимаются, тоже может быть другое мнение, но вот лично, на мой взгляд, самая крутая вещь, которая происходит сейчас с нейронауками, это использование различного рода устройств, которыми можно управлять при помощи мозга. Началось это все с каких-то простых компьютерных программ, вы могли, соответственно, мы могли, ученые, считывать электрический сигнал мозга, научились чего-то там в этом сигнале понимать, научились это чего-то как-то использовать и научились управлять какими-то штуками. Первые эксперименты были, ну, скорее забавными, чем крутыми. Сначала можно было, я не знаю, подвигать мышки на курсоре компьютера, можно было заставить машинку электрическую ехать, значит, по трассе специальной, можно было пазл собирать на компьютере. Это все казалось мило и приятно. Это все казалось мило и приятно, а не дико круто, пока не научились использовать вот эту технологию для того, чтобы управлять, допустим, протезами механическими. И, по-моему, это дико круто. Сейчас вот есть отдельные технологии, которые делают там, в том числе протезы для маленьких детей в форме каких-нибудь, я не знаю, в форме конечностей супергероев, чтобы им было не так грустно от того, что у них что-то случилось там с конечностью. И это дико впечатляет, и это дико круто. Самая крутая, на мой взгляд, вот внутри этой самой крутой вещи, следующая штука. В 2009, по-моему, году это сделали. Значит, в одной лаборатории сидел мужик, в одной части Америки сидел мужик, у которого записывалась энцефалограмма. Соответственно, эта энцефалограмма расшифровывалась. Этот мужчина в этот момент шевелил пальцем своей руки. Эта энцефалограмма расшифровывалась, через интернет передавалась на несколько тысяч километров в другую лабораторию в той же самой Америке, где сидел другой человек, за другой установкой. На его голову, значит, над его головой висел прибор под названием транскраниальный магнитный стимулятор. Такой большой магнит, который создает мощное магнитное поле, достаточно локальное. И этот магнит, значит, влиял на определенную область мозга человека, второго за несколько тысяч километров. И он тоже шевелил пальцем в ответ на команды первого. По-моему, это фантастика. По-моему, это просто феноменально. Это очень круто, и исследования в этой области это супер. Что еще лично меня радует? Меня очень радует, что за 20 век мы все-таки поняли, что человеческие мозги супер-мегапластичны. Что это значит? Это значит, что если какая-то травма произошла с мозгом, мозг очень хорошо восстанавливается. Очень хорошо. Что значит очень хорошо? Я приведу несколько примеров таких классических. Начало этой истории обычно все начинают с одного американского рабочего, который в результате катастрофы пострадал. И мозг его пробило металлическим ломом на железной дороге. Целиком полушарие у него одно было разрушено. При этом этот человек выжил, еще прожил 12 лет и умер от алкоголизма. Примеров таких много. На самом деле это бывает более или менее часто с теми людьми, у которых опухоли мозга. И можно удалить целиком одно полушарие. И довольно часто невозможно в принципе поведенчески заметить, что с человеком что-то произошло. Плюс к тому известно огромное количество случаев, когда люди восстанавливаются после инсульта. И сейчас мы немножечко понимаем, как это происходит. И можем помогать людям восстанавливаться после инсульта. И это круто. Это значит, что у мозга действительно очень много возможностей. Мы начинаем в этом разбираться. Это супер. Кажется многим нейроученым, что на самом деле как работает мозг, люди думают давно. И на всех этапах технологии всегда его сравнивали с самой крутой технологией. Сначала сравнивали его с паровыми машинами. Вообще нервную систему сравнивали с паровыми машинами. Декарт это делал. Потом сравнивали с еще чем-то более сложным. В 20 веке это были сравнения с компьютером. И все время люди, которые этим занимались посерьезно, они говорили, ну ребят, это так сложно, что мы не можем придумать, как это на самом деле работает. Поэтому просто берем самую сложную технологию и с ней сравниваем. Вот сейчас кажется, что уровень технологии настолько вырос, что похоже, что процессы, которые происходят в настоящих нейросетях, мы моделируем в компьютерных сетях разнообразных. Этот метод получил название диплернинг. И очень похоже, что реально мозги работают так. Есть сомнения, но кажется, мы начали подступаться, ну вот, немножко ближе к действительности, если вообще мы можем говорить, что эта действительность есть. Это все ужасно радует. Что еще ужасно радует, что изучать нейронауки стало намного проще. Если там, я не знаю, в середине 20 века энцефалограф, это был супер бешеный, дорогой прибор, который стоил там кучу денег, то сейчас можно купить за 300 баксов энцефалограф, поехать с ним куда угодно, сделать все, что угодно. Это если профессиональный. Более простые гарнитуры бывают еще более дешевыми. И возможно, на протяжении ближайших, там, я не знаю, 5, а может быть, чуть больше лет, регистрация активности мозга для повседневных каких-то процессов станет, ну как бы, обыденностью. Это реально может произойти там в течение ближайшего будущего. Это очень круто. Наверное, у вас в голове есть, или там у других людей в голове есть списки того, что еще очень круто в нейронауках, и об этом будет еще миллион статей, лекций всего на свете. Я сейчас хочу все-таки ко второй части перейти, к разочарованиям, скажем так, или к каким-то ограничениям, которые появились, когда мы все-таки начали немножко больше разбираться в работе нервной системы и в работе мозга в принципе. Ну, во-первых, это такая самая банальная вещь, уверен, что люди, которые пищают нейролектории, и так об этом знают, мозг работает на 100%. Вот эта прекрасная байка о том, что где-то там есть у нас еще скрытые резервы, что мозг работает только на 10%, и его надо теперь раскачать, чтобы он работал на 100%, это все бред, это все полный бред. Подтверждений этому бреду много. Да, что-то возможно сделать. Да, мы можем как-то себе помочь, но наши возможности здесь сильно ограничены, примером чему, например, служит недавняя история с такой компанией Lumosity. Вы, наверное, слышали, что их недавно оштрафовали на 2 миллиона долларов за то, что они предлагали некачественные техники по улучшению всего на свете в вашем мозге, памяти, внимания и так далее, и так далее. Здесь есть, здесь что-то можно сделать, но похоже, мы как бы пользуемся мозгами в достаточной степени. Больше уже не получается. Более того, многие антропологи, это такая неподтвержденная информация, но, судя по всему, размер мозга у современного человека меньше, чем у человека, который жил 10 тысяч лет назад. И, судя по всему, мы не умнеем, а тупеем. И это как бы печалит, потому что, казалось бы, куда еще тупеть? Вроде и так не все население Земли, а особенно сообразительное, хотелось бы, чтобы все, наоборот, умнее или учились пользоваться новыми технологиями и так далее, и так далее. Нет, доступность информации действительно играет с нами злую шутку. И там специальные касты людей, которые думают вместо остальных людей, да, у них все более-менее, но в целом человечество, похоже, умнее не становится. Это печалит. Наверное, вы тоже об этом знаете. Выяснилось, что люди, как бы так помягче сказать, очень-очень нерациональные и очень-очень плохо осознающие себя существа. Мы можем сколько угодно думать о том, какие мы, значит, умные и сознательные, как мы сами решения принимаем, как мы хорошо подумали, чтобы что-то сделать. Это все оказывается бредом. Причем, ну, в разной степени тяжести. Мы не помним того, что с нами реально происходит. Совершенно запросто человеку можно подсунуть любые воспоминания, если подсовывать правильно. Можно заставить верить, что у вас там был, я не знаю, в детстве маленький брат, который умер. Ну, это такой очень сильный пример. Наверное, вот так конкретно такого эксперимента не было. Но совершенно фантастические, сумасшедшие детали имплантировались людям в память. Верить себе после этого как-то не очень хочется. Мы в большинстве случаев принимаем решения, ничего, ну, как бы не успев подумать. Об этом много пишут всякие поведенческие экономисты, да, что человек совершенно нерациональное существо, что принимаемые им решения часто бредовые. Это отдельная такая интересная область. Сейчас мы не будем этого касаться. Но самое интересное, что даже в те моменты, когда нам кажется, что мы принимаем осознанное решение, мы его принимаем до того, как мы его осознали. Эксперименты показывают, что примерно за 50 миллисекунд до того, как вы поняли, что вы хотите что-то сделать, вы уже это решили. Соответственно, о какой осознанности вообще здесь может идти речь? Это расстраивает, это заставляет пересмотреть свое отношение к человеку вообще, к его свободе воли, к его ответственности и так далее, и так далее. Это грустно и печально лично, по-моему. Мы поняли с изучением мозга, что люди неравны. Это может казаться какой-то такой, я не знаю, злой, что ли, мыслью, но люди реально неравны, и не все могут научиться всему. Это немножко противоречит, я не знаю, как это, либеральным, демократическим, каким угодно ценностям, но люди реально неравны, кому-то реально хуже дается математика, кто-то реально, я не знаю, не понимает ничего в гуманитарных науках, кто-то реально никогда не сможет стать ученым, кто-то реально никогда не сможет стать художником. Люди неравны, и с этим поделать ничего нельзя. Они изначально неравны. Можно это учитывать, можно как-то помогать, но возможности у разных людей не одинаковые, и у нас есть этому документальные подтверждения. Хотелось бы верить обратно, и лично мне хотелось бы верить в обратно, но, к сожалению, современные данные не позволяют в это верить. А дальше, ну это такие были общие разочарования, сейчас пойдут несколько более конкретных историй, а дальше о том, что реально нам кажется, что мы во многом разобрались, но вопросов осталось больше, чем ответов. И вещи, которые, я не знаю, людям, которые далеки именно от науки, часто кажутся понятными и очевидными, в науке самой абсолютно непонятно. Например, ученые до сих пор не понимают, как работают практически все препараты, которые изменяют сознание. Есть гипотезы, они более-менее проверены, но реально никто не понимает, как это работает по одной очень простой причине, нельзя с людьми делать эксперименты. Поэтому, если вы слышите, читаете какие-то интервью о том, я не знаю, или статьи о том, как работают амфетамины или что-нибудь и какие-нибудь другие препараты, делите на 100 миллионов, потому что никто реально не знает, как это работает. Мы можем на крысе это посмотреть, но крысы, крысиный мозг и человеческий мозг, это две отдельные вселенные, они в чем-то похожи, но разница огромная. Это касается, на самом деле, не только нейронаук, мы, в принципе, препараты, которыми мы пользуемся, они чаще всего изучены плохо, их можно изучать еще и еще, и по-прежнему продолжают выходить статьи, в которых описаны новые действия, там, я не знаю, простейших антибиотиков. Да, вот в какой-то момент выяснилось, что антибиотик арпомицин, например, вдруг почему-то увеличивает продолжительность жизни. Оно как бы приятно, но значит, мы ничего не понимали о том, как он действует. Или, например, есть препарат под названием метформин, его 40 лет использовали, значит, как лекарство для диабетиков, опять же, выяснилось, что он тоже увеличивает жизнь почему-то, и мы не знаем почему. И так это касается любого препарата. Еще когда я учился в университете, нам на лекциях рассказывали, что действие алкоголя, оно общее, не специфическое, заключается в том, что, значит, он меняет физико-химические свойства мембран, и этим объясняется все. Вот за там те несколько лет, сколько там, 8 или 6, не помню, сколько лет назад, когда мне это рассказывали, полностью изменилось наше понимание о том, как работает алкоголь. Нашлись конкретные, значит, области в мозге, нашлись конкретные рецепторы, и все равно мы не понимаем, как он действует. А самое главное, окей, мы чуть-чуть понимаем про алкоголь, а вот, например, похмелье просто неизвестно, как работает. Была гипотеза, которую, когда начали проверять, полностью развалилась. И если взять любой препарат, там вот где-нибудь обязательно скрывается такая история. Мы реально не понимаем, как оно все работает. Некоторые проблемы, в общем, как обсуждались там 150 лет назад, на современный момент ровно такие же проблемы. Вы наверняка видели всякие картинки, там, я не знаю, например, с гомункулюсом Пенфилда, да, это такой человечек, у которого разные части тела, они разного размера, соответственно, у него там большие руки, большие губы, большой язык. Этот человечек отражает карту чувствительности нашего тела в нашем мозге. Но, и, как бы, мы вроде как точно знаем, что вот она, эта карта есть, что вот она вот в этой, вот в этой области мозга находится. Точно так же мы знаем, что у нас там есть области в мозге, которые отвечают за слух, за зрение и так далее, и так далее, да. То есть мы знаем, что какие-то функции в области локализованы. Точнее, нам кажется, что мы знаем, потому что реально мы не знаем. Потому что у разных людей это очень сильно по-разному, это очень индивидуально, и когда мы начинаем точно пытаться эти области локализовать, что жутко важно, там, я не знаю, для хирургов, выясняется, что они не локализуются. И, как 150 лет назад спорили, вообще, в принципе, в мозге есть эта локализация функций или нет, точно так же сейчас спорят. Аргументы немножко другие, но спор остался прежним. Конь, в общем-то, никуда особо не двинулся с того времени. Мы совершенно не представляем, зачем нужен сон. То есть у нас появились какие-то физиологические гипотезы о том, зачем он нужен, но реально никто не понимает, почему мы спим, почему мы так много спим, почему разные животные спят разное количество времени, что конкретно плохого происходит, если мы не досыпаем. Это непонятные вопросы. Ну, естественно, самые непонятные из этих вопросов, зачем мы видим сны, когда мы видим сны, что мы там на самом деле видим, влияет это на что-то, связанное это как-то с предыдущим опытом и так далее, и так далее. Вообще, ну, ни одной идеи, что там, ну, как бы есть идеи, но ни одна из них не подтверждается. И когда я говорю, что вот остались какие-то проблемы вот такие глобальные, я опускаю важную тему, что реально методы, которыми пользуются ученые, как это помягче выразиться, чаще всего ученые не понимают, как это все работает. Вот есть, например, я уже чуть об этом говорил, да, есть энцефалограмма. Это самый простой, самый известный, самый дешевый метод исследования мозга, такой самый физиологический при этом, да, без опросников. Казалось бы, какая-то объективность в нем должна быть. Он измеряет активность, значит, электрическую активность мозга, мы знаем, что эта электрическая активность, она, значит, сложная, мы знаем, что там есть какие-то паттерны, какие-то волны там, какие-то ритмы есть. Мы это анализируем, мы используем эти данные, но мы до сих пор не знаем, откуда она берется. То есть, мы знаем, что есть отдельные нервные клетки, эти отдельные нервные клетки, да, обладают собственной электрической активностью на уровне отдельной клетки, мы чего-то понимаем. Но как из взаимодействия отдельных клеток берется энцефалограмма, не знает никто. Причем, если в 90-е годы люди еще думали, что окей, мы разбираемся, сейчас они поняли, не-не-не, мы не разбираемся. Сейчас мы разбираемся в ЭЭГ хуже, чем раньше, потому что мы выяснили, что эта штука работает немного сложнее. Мне очень нравится метафора, которую заведующий моей кафедрой рассказывал. Знаете, вот исследование ЭЭГ, это попытка определить о том, что, попытка определить то, что происходит в мозге, сейчас, значит, это звучит следующим образом. Аналогия какая? Вот если мимо вас проезжает поезд, вы, ведя от него дым, пытаетесь по этому дыму определить, что там происходит внутри поезда, Вот примерно то же самое вы делаете, когда ЭЭГ пользуетесь. Точность методики, она довольно похожа, вот если так метафорически выражаться. Не только, это касается не только ЭЭГ, да. Пару лет назад Шнобелевскую премию получила работа, в которой функциональная магнитно-резонансная томография обнаружила активность внутри, значит, мертвого лосося. Что, в принципе, много рассказывает о нашем понимании методов функциональной магнитно-резонансной томографии. И уж если по-честному, тут еще какая сложность есть. Очень много биологов пользуются этим методом. Да, очень много нейроученых пользуются методом функциональной резонансной магнитной томографии. Я вас уверяю, ни один из них не понимает, как это работает на самом деле. Потому что установка настолько сложна, что отдельное там сообщество физиков ее делает, и ни один, ну, практически ни один биолог не разбирается в том, как это устроено. Что накладывает некоторый отпечаток на результаты экспериментов с использованием функциональной магнитно-резонансной томограммы. Еще одна проблема, что вот мы на протяжении там 100 лет проводили какие-то эксперименты, и недавно психологи решили проверить. А давайте проверим вот те эксперименты, на базе которых современные теории все появились, они работают или нет. И выяснилось, что из 100 экспериментов 39 подтвердились. То есть 61 не подтвердился. То есть воспроизводимости результатов нет. То есть мы чего-то там наоткрывали в 20 веке. Мы напридумывали теории по этому поводу, но выясняется, что эксперименты фиговые были. Что мы не могли из этих экспериментов делать выводы. Это было нечестно, у нас не было на самом деле до этого данных. И теперь наша задача вот среди всего этого мусора, да, понять, что же реально мы в течение 20 века понаоткрывали. Здесь есть разные примеры. Один из них меня лично тревожит. Я когда учился в университете, в лаборатории, я занимался в фармакологии поведения животных. Я исследовал, как определенные вещества влияют на поведение крыс. Это был модельный объект, после которого можно приступать к людям. И эксперименты очень простые. Значит, человек берет крысу, засовывает ее в какой-то лабиринт. Дальше, значит, он может либо, ну там зависит от эксперимента, оставаться, там уходить куда-то. Крыса там будет что-то делать в этом лабиринте и так далее, и так далее. Много лет методикам. Массово распространены эти методики для первичной оценки действия препаратов. Так вот, в прошлом году выяснилось, что один такой чуть-чуть важный фактор не учитывался во всех этих экспериментах, реально во всех. В прошлом году выяснилось, что просто пот мужчин является очень мощным стрессогенным фактором для всех грызунов. И каждый раз, когда этот эксперимент делает мужчина, животное стрессируется дополнительно. То есть, вот все года этих исследований, мягко скажем, пошли к псу под хвост. Потому что теперь нам нужно отличать эксперименты, которые проводили мужчины, от экспериментов, которые проводили женщины. Потому что добавляется один мощный стрессирующий фактор, который реально может всю картинку изменить. А это невозможно физически. Потому что даже если есть статья, написанная там коллективом авторов, там никогда не указывается, какую конкретно серию экспериментов проводил какой конкретно человек. И реально это может внутри лабораторных журналов где-то потеряться. И никто никогда об этом не вспомнит. То есть, целая отрасль вдруг оказалась сомнительной целиком. И это происходит не только вот с этой отраслью. Это происходит постепенно со многими отраслями нейронаук. Что, по-моему, лично, по-моему, как это мнение человека, который реально этим занимался, это очень грустно. Это заставляет пересмотреть ценность того, чем ты занимаешься на протяжении многих лет. Ну и финальная такая здесь штука. Самое, наверное, сложное. Вот все изучение мозга, оно сводится к тому, чтобы мы поняли, что такое сознание. Мы уже говорили, что вообще в принципе не очень понятно, осознаем мы что-нибудь или нет. Потому что решения нами принимаются до того, как мы их осознали. Но, несмотря даже на этот факт, все равно вообще непонятно, что такое сознание. Вот я вам что-то рассказываю, в моей голове где-то рождаются мысли. Как они там рождаются, что на это влияет, как это работает. Ну, есть какие-то идеи, но ни одна из них не оказывается проверяемой. И мы не можем ничего в этом понять. Это какая-то жутко, совершенно сложная история, в которой разобраться совершенно невозможно. К чему я вот это все рассказываю? К тому, что обычно большая часть популяризации науки, она смотрит только на позитивные части исследований. И это не только касается популяризации науки. У ученых есть ровно та же проблема. В журналах чаще всего публикуются те исследования, в которых что-то получилось. Сейчас с этим начинают бороться. Сейчас появились журналы, в которых специально есть квота для публикации тех экспериментов, в которых ничего не вышло. Это очень важно, потому что таких экспериментов реально там от половины до 90% тех экспериментов, в которых ничего не получилось. Из-за того, что люди не публикуют эти исследования, мы не знаем, что кто-то уже это пробовал, и оно не работает. И каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли. Вот та же проблема есть в популяризации науки. Мы все время стимулируем рассказ только о том, что работает. Мы все время забываем о том, что какие-то штуки чуть-чуть сложнее, чем они есть. Мы все время забываем о том, что есть проблемы, которые не решались и по-прежнему не решаются. Поэтому формируется ложное впечатление, что мы все поняли. Ничего мы не поняли, мы по-прежнему ничего не понимаем. И это, в принципе, нормально в науке всегда так. Но просто об этом важно помнить. И поскольку вот эти вот вещи меня печалят, поскольку грустно понимать, что про хорошее рассказывают, а про плохое рассказывают мало, я сделаю такое небольшое объявление. Честно говоря, мы планируем эту ситуацию исправлять. Подробнее об этом там я, брат, еще несколько человек через несколько недель вам расскажем. Может быть, покажем и даже напишем. Надеюсь, ситуация будет меняться. Спасибо. Аплодисменты Аплодисменты